Уважаемые коллеги, тема моего доклада Антибактериальная терапия сепсиса. Возможности импортозамещения. Я представляю Северный Конституционный Медицинский Университет Архангельск и хотел бы также анонсировать, что мой сегодняшний доклад состоится при поддержке компании Алфарма. Безусловно, сепсис и антибактериальная терапия имеют давнюю историю. Практически около 5000 лет назад один из китайских императоров впервые предложил использовать фармакотерапию сепсиса в виде препарата Чангшань при одном из проявлений сепсиса, при лихорадке. Практически тогда же в Древнем Египте наш коллега Имхотеп стал использовать мед и хлеб с плесенью для лечения раневой инфекции, что представляет эмпирическое назначение антибактериальных препаратов. Ну и конечно же в сепсисологии значимую роль сыграли работы Гиппократа, Галена, Авиценны, когда различные фармакологические препараты в виде производных растений впервые были использованы для того, чтобы так или иначе уменьшить проявление тех или иных инфекций. Конечно же в 20 веке создание антибактериальных препаратов перевернуло современную медицину. Мы видим, что с открытием пенициллина, с флемингом, вслед за этим появился целый ряд самых различных препаратов, которые были использованы и продолжают использоваться при сепсисе. И за последние 20 лет, уже в 21 тысячелетии, в 21 столетии мы видим, что активно используются рекомендации как международные компании «Выживая при сепсисе», так и целый ряд национальных рекомендаций, которые также имеют важные разделы по антибактериальной терапии. Ну и в последние годы, конечно, эра коронавирусной инфекции значимо изменила и антибактериальный спектр, и те препараты, которые мы используем для лечения различных назокомиальных инфекций. В конце 21 года вышли новые рекомендации компании «Выживая при сепсисе». Они также имеют целый ряд важных акцентов по антибактериальной терапии, а за последние два года вышли и российские клинические рекомендации по сепсису и септическому шоку, которые делают своеобразный апгрейд международных рекомендаций, и которые мы можем использовать в нашей практике. Безусловно, интенсивная терапия сепсиса немыслима без активной терапии инфекционного процесса, и как раз в силу этих причин антибиотики играют одну из ключевых ролей. Мы видим, что если посмотреть на работы последних лет, большое многоцентровое исследование, больше 15 тысяч пациентов, то инфекция встречается практически у большей половины наших больных. И это инфекция разной локализации. Это может быть тяжелая пневмония, инфекция органов брюшной полости, кровотока, почек, кожи и мягкие ткани, катетер-ассоцированные инфекции, тяжелые менингиты, энцефалиты и целый ряд других инфекций. Если мы посмотрим, что произошло с спектром микроорганизмов в отделении реанимации за последние 30 лет, то мы увидим достаточно четкую тенденцию к увеличению удельного веса бактерий грамм отрицательных, и становится все больше среди тех микроорганизмов, которые мы можем увидеть в посевах в отделении интенсивной терапии, и значимо меньше становится грамм положительных микроорганизмов. Ну и, безусловно, определенная роль принадлежит грибковой и вирусной инфекции. В целом мы видим, что инфекция подтверждается результатами пассивов лишь в лучшем случае, в двух случаях из трех, и в значительном проценте случаев приходится лечить этих пациентов эмпирически, не зная, что за источник инфекции у данного конкретного заболевания. Безусловно, мы видим, что чаще встречаются грамм отрицательной инфекции, и летальность несколько выше при инфекциях, которые вызваны резистентными штаммами этих грамм отрицательных микроорганизмов, назокомиальных микроорганизмов, в частности, клипсела и оценитобактер, которые являются одними из ключевых проблем в антибактериальной терапии в современной отделении реанимации. Если мы посмотрим на данные международных исследований, журнал «Ланса» 2022 год, то мы видим, что практически каждый год около 5 миллионов смертей в мире обусловлены именно антибактериальной резистентностью. Это касается самых различных микроорганизмов, как мы видим, от эшерихия колевиста филокока до энтеробактера, до микобактериум туберкулези и целого ряда других микроорганизмов. И если посмотреть на отечественные данные, это данные наших коллег из коммунарки, то мы видим, что как раз именно клипсела и оценитобактер являются наиболее частыми среди нечувствительных штаммов, среди резистентных штаммов по результатам посевов последних лет. Собственно, резистентность бактерий связана с целым рядом механизмов. Мы видим, что это и мутации паринов, тех отверстий в бактериальной стенке, которые регулируют проницаемость ее для бактерий, для антибактериальных различных препаратов. Это мутации в генах пенициллина, связывающих белков. Это изменение активности эфлюкспомп, которые выкачивают антибиотик из бактериальной клетки. И, конечно же, это формирование бета-лактомаз, которые расщепляют антибиотик путем гидролиза. Среди бета-лактомаз мы видим разные типы, класс А, С, Д. В последние годы становится все больше металла бета-лактомаз, включая Нью-Дели металла бета-лактомаза и целый ряд других ферментов, которые делают неэффективными, даже относительно недавно использованные в отделении реанимации препараты. Конечно же, свои возбудители у инфекций дыхательных путей, на фоне вентилятора, ассоциированной пневмонии, мы видим, что это преобладание грамм отрицательных микроорганизмов, но это могут быть в определенном проценте случаев эстафилококки. Инфекции кровотока, где остается достаточно высокий удельный вес грамм положительных микроорганизмов. И инфекции мочевых путей, несмотря на то, что преобладает грамм отрицательная инфекция, мы видим, что это могут быть и энтерококки, и эстафилококки в некоторых ситуациях. Поэтому это требует, конечно, тоже коррекции в схемах, проводимой антибактериальной терапии. И, конечно же, значимую роль в формировании той флоры, которую мы видим сегодня у реанимационных больных, сыграла коронавирусная инфекция. Мы видим, что те структурные повреждения легких, которые вызывает коронавирус, ведут к проникновению бактерий, к их пенетрации через альвеолокапиллярную мембрану, к развитию бактериемии и к цитокиновому шторму иммуносупрессии, которые еще больше усугубляют те изменения, которые характерны для вирусной инфекции. И в конечном итоге это наносит еще один удар по иммунитету и приводит к тем результатам с высокой летальностью, которые мы видим на фоне наносокомиальных инфекций пост-ковида. Конечно же, инфекция, бактерии, вирусы, простейшие, активируют так называемую систему ПАМ, патоген ассоциированного молекулярного паттурна, что приводит к выделению иммунными клетками, клетками эндотелиоцитов и целого ряда других клеток, целого каскада различных медиаторов, медиаторов воспаления, которые в конечном итоге и приводят к органной дисфункции и зачастую к литеральному исходу. И даже после удаления инфекта за счет подобранной антибактериальной терапии либо за счет санации очага инфекции, мы видим, что продолжает действовать система ДАМ, когда те же медиаторы воспаления выделяются из пропитенных тканей. Поэтому лечение инфекции – это одна из ключевых мер терапии сепсиса, септического шока, и мы видим, что она разворачивается параллельно с другими методами терапии у этой категории пациентов. Это нашло отражение и в рекомендациях компаний «Выживая при сепсисе», и в целом ряде отечественных рекомендаций, которые были опубликованы последние годы, включая совсем недавние клинические рекомендации «Септический шок у взрослых», которые были опубликованы под «Эгидой ФАР» в Вестнике интенсивной терапии и на сайте Федерации анестезиологов-аниматологов. Согласно этим рекомендациям, мы видим, что у пациентов с септическим шоком рекомендуется как можно раньше выполнить забор крови и других биологических сред для микробиологической диагностики. Лучше всего это сделать до начала антимикробной терапии для того, чтобы повысить вероятность идентификации того микроорганизма, который вызывает инфекцию. Это может быть не только посев, золотой стандарт мониторинга микробиологического, но и микроскопия с окраской по грамму, и методы ПЦР-диагностики, и массоспектрометрические методы. И даже банальная окраска по грамму позволяет в ряде случаев увидеть такие вот кластеры из грамм положительных коков и задуматься о назначении анти-МРСА терапии, ванкомицин, либо леднизолит. При большом количестве грамм отрицательных палочек задуматься о назначении препаратов с активностью против грамм отрицательной флоры. Одна из наших пациенток, пример, как быстро может назокомиальная инфекция возникать на фоне негоспитальной флоры. Пациентка поступила с тяжелой негоспитальной пневмонией, переводной искусственной вентиляции легких. Мы видим, что ОРДС, положение на животе, достаточно напряженный газообмен. Мы видим, что достаточно выраженный отек легких, как проявление острого респирторного дистресс-синдрома. И буквально через три дня искусственной вентиляции легких, помимо гемофильной палочки, мы видим, что современные методы ПЦР-диагностики позволяют нам увидеть достаточно быстро, в течение нескольких часов, и другие микроорганизмы. Ацинетобактер, клепсиелла, синегнойная палочка, золотистый стафилококк, уже с генами резистентности, которые заставляют задуматься о назначении, например, ингибитор защищенных препаратов. Мы видим, что этой пациентке CTX и OXA-48 как раз гены резистентности, которые говорят о наличии бета-лактомаз. Поэтому, помимо гриппа и гемофильной палочки, целый спектр микроорганизмов заставляет делать коррективы в антибактериальной терапии с переходом с одних препаратов на другие. Для нас важное значение имеет и количество колоний, образующих единиц в посеве. Мы видим, что если их 10 в седьмой степени, количество достаточно высокое, то это сопровождается увеличением длительности искусственной вентиляции легких и летальности. Поэтому, анализируя, как меняется количество колоний, образующих единиц в посеве в динамике, мы можем также сделать вывод о том, насколько эффективна наша антибактериальная терапия и насколько нужно ее усиливать. Конечно же, при сепсисе антибактериальная терапия должна быть назначена как можно раньше, для того, чтобы предотвратить микробную нагрузку, ее дальнейшее увеличение, которое преодолевает порог развития шока. Поэтому, чем раньше мы начнем антибактериальную терапию, тем больше шанс на более хороший исход. И каждый час задержки с назначением антибиотиков, как показано в достаточно известном исследовании Кумара, на 3-4% повышает риск неблагоприятного исхода. Более того, уже более поздняя работа показывает, что каждый час задержки с назначением антибиотика при сепсе ассоциируется и с увеличением риска развития септического шока. И при шоке, как правило, при септическом антибактериальные препараты в силу каких-то причин назначаются, несколько позднее были назначены. Поэтому, согласно современным и международным, и нашим российским рекомендациям, мы видим, что важно начать внутривенное введение антибактериальных, антифунгальных или противовирусных лекарственных препаратов в пределах одного часа после постановки диагноза септического шока. Это и критерии качества наших клинических рекомендаций. Если же это сепсис без шока, если это та ситуация, когда возникают сомнения в диагнозе, то у нас есть порядка трех часов для того, чтобы провести дополнительные инструментальные, лабораторные исследования и при установлении диагноза сепсиса начать антибактериальную терапию. И, напротив, если вероятность инфекции достаточно низкая, если это относительно стабильный пациент, то мы можем отложить назначение антибиотиков до результатов дальнейшего обследования. В большинстве случаев мы назначаем антибактериальную терапию эмпирически, не зная, что это за возбудитель у данного конкретного пациента. Если мы по каким-то причинам не угадали с диагнозом, то мы видим, что вероятность неблагоприятного исхода достаточно резко повышается. В некоторых ситуациях нам приходится назначать сразу несколько препаратов. Собственно, предпосылки для этого – это потенциальное расширение спектра активности антибиотиков, возможности их синергического действия, усиления эффектов друг друга. И, если мы угадали с этой комбинацией, то снижение резистентности к тому антибиотику, к тем антибиотикам, которые назначаются. С другой стороны, комбинированная антибактериальная терапия иногда может сопровождаться и отрицательными последствиями. Риск суперинфекции, возможный антагонизм между препаратами. Если мы по каким-то причинам не подобрали правильный препарат, это увеличение антибиотикорезистентности, токсичности препаратов и, конечно же, это увеличение стоимости лечения. Поэтому стратегия антибактериальной терапии сепсиса несколькими препаратами с одной стороны может расширить спектр их активности, когда разные препараты, например, бета-локтан и ванкомицин действуют на разные патогены, на грамм отрицательные и на грамм положительные микроорганизмы при эндокардите, в частности. Либо когда препараты с одной и той же активностью, например, бета-локтан с грамм отрицательной активностью и полимексин при тяжелой антибактериальной пневмонии назначаются для того, чтобы ускорить клиренс того же патогена, для того, чтобы как можно скорее уменьшить микробную нагрузку на организм. Мы видим, что такая вот комбинированная противомикробная терапия рекомендована лишь при высоком риске инфицирования микроорганизмами с множественной устойчивостью, и если это низкий риск мультирезистентной флоры, то такая терапия не предполагается. В нашем арсенале есть целый ряд различных препаратов, направленных против резистентной флоры. Подавляющее большинство из них, кроме темоциклина, они имеют отечественные дженерики. Это и полимексины, аминогликозиды, фосфомицин, острианам, тигициклин. Мы видим, что у них разный спектр активности. Тот же, например, тигициклин не действует на синегнойную палочку. Достаточно активно последние годы используются полимексины с хорошим спектром активности, но в то же время и с достаточно серьезными побочными эффектами потенциальными от нефро до нейротоксичности. Мы видим, что в ряде случаев такая комбинация антибиотиков, о которой мы уже говорили, она оправдана, и назначение того же фосфомицина, полимексина, колистемитата, она в режиме монотерапии гораздо менее эффективна, чем в комбинации, например, колистемитата с каким-то другим препаратом. Поэтому, безусловно, эти препараты, препараты резерва, они должны назначаться в комбинации, например, с бета-локтамами либо с какими-то другими препаратами. Ну и такая вот комбинированная терапия, в частности, полимексина плюс карбопинем, обладает достаточно неплохим спектром активности против большинства проблемных, грамотрицательных микроорганизмов, ацинитабактер, клипсиелоси, негнойная палочка, и приводит к меньшей частоте развития резистентности, чем, например, та же комбинация колистемитата и тигициклина. И мы видим, что работы последних лет также показывают, что риск неблагоприятного исхода при комбинации колистемитата с бета-локтамными антибиотиками, в частности, с карбопинемами, он позволяет уменьшить риск летальности и риск неэффективной терапии. Появляются и новые препараты. Мы видим, что в России зарегистрированы буквально единицы из них, но даже если взять эти самые новые препараты, которые появились в течение последнего десятилетия, то далеко не все из них также являются панацеей. И, например, тот же цифтезимовибактам, он к нему обладает природной устойчивостью, ацинитабактер, да, и определенные проблемы могут возникать с рядом карбопинемаз. Не исключение и другие, более новые препараты, которые исследуются и в работах, посвященных которым, активное участие принимал и целый ряд российских центров. Один из наших пациентов из большого многоцентрового исследования, где использовался новый ингибитор беталактамаз, дурлабактам, как раз именно этот препарат, он, в частности, помог справиться с тяжелой деструктивной пневмонией после экстрапоральной мембранной оксигенации пациент с осложненным течением кардиохирургического вмешательства. Поэтому очень важно, с одной стороны, назначить при необходимости комбинированную терапию, с другой стороны, уже после идентификации возбудителя по показаниям перейти вовремя к одному антибиотику. И, конечно же, при сепсисе, при септическом шоке очень важно назначать антибиотики, зная особенности их фармакинетики и фармакодинамики, обусловленной септическим процессом. Ни для кого не секрет, что сепсис – это гипердинамия. И повышение сердечного выброса у большинства пациентов повышает клиренс препарата, ускоряет его введение, если нет явлений почечной дисфункции. Мы видим, что увеличивается объем распределения многих препаратов, в частности, гидрофильных препаратов, за счет нарушения проницаемости сосуда, за счет капиллярной утечки. Поэтому многие антибиотики не дозначают, не доходят в необходимые дозировки до органа мишени. И у ряда препаратов нарушается связывание их с белками, и за счет этого увеличивается клиренс этого препарата на фоне гипоэвуминомии. Например, тот же цифтериаксон, который на 95% связывается с белками, на фоне гипопритонемии, его терапевтический эффект будет снижаться, потому что просто-напросто он не будет транспортироваться в должном количестве к органам мишени. Поэтому в большинстве случаев приходится использовать достаточно высокие дозировки, максимально разрешенные дозировки, целого ряда антибиотиков. Ну и, конечно, важно назначать те антибиотики, которые адекватно проникают к очагу инфекции, учитывать тропность. Их, например, цифтериаксон при менингите за счет хорошей пенетрации в гематоэнцефалический, через гематоэнцефалический барьер. И важно не забывать об ударной первой дозировке препарата и необходимости как раз увеличения дозировок многих препаратов гидрофильных, в частности, бета-локтамов. С другой стороны, если у пациента есть явление острого повреждения почек, явление печеночной дисфункции, то это требует, наоборот, уменьшения дозировки препарата, исходя из скорости клубочка фильтрации и ряда других моментов. Свежий обзор антибиотики острого повреждения почек. Мы видим, что многие из тех препаратов, которые мы назначаем, могут приводить к нефротоксичному эффекту от гемодинамических эффектов и нефропатии, как, например, у ванкомицина, у ряда вторхиналонов до тубулярного некроза на фоне назначения полиамиксинов или интерстициального нефрита на фоне назначения бета-локтамных антибиотиков вторхиналонов и ряда других препаратов. Отдельная тема – это назначение антибиотиков на фоне почной заместительной терапии. Важно синхронизировать их назначение с окончанием процедуры гемодиализа, если проходят интермитирующие методики, проводят с этим пациентом, и, наоборот, увеличение дозировок на фоне продленной, например, гемофильтрации. Поэтому дозировки антибиотиков должны быть персонифицированы, исходя из особенностей данного препарата и данного пациента. И в идеале у таких препаратов, как, например, ванкомицина, аминогликозиды, рекомендуется измерение концентрации антибиотика, которая, к сожалению, реально в российских условиях лишь в очень небольшом количестве наших лечебных учреждений. Ну и, конечно, важно помнить о тех способах, которые увеличивают эффективность антибактериальной терапии, например, однократный способ введения для аминогликозидов. Это увеличение дозировок того же цифрофлактоцина, если мы по каким-то причинам его назначаем. Или более частое назначение бета-локтамов после болюса. Или инфузионный способ их введения, который позволяет более надежно поддерживать их терапевтическую концентрацию в крови на должном уровне. Поэтому и международные, и российские рекомендации предусматривают, что при сепсии с септическом шоке после введения нагрузочной дозы проводится пролонгированная инфузия бета-локтамов для поддержания терапевтической концентрации препарата. Это касается и меропинема, дорепинема, цифипима, целого ряда препаратов, в первую очередь, бета-локтамного ряда. У каждого из них есть свои особенности по продолжительности инфузионной терапии. Собственно, увеличение дозировки, о котором мы уже говорили, назначение того же цифипима не по грамму два раза, а по два грамма два раза, три раза в сутки. Назначение амикоцина не по 500 мг два раза в сутки, а полтора грамма первая доза и потом, например, по грамму в сутки. Назначение 2 грамма на взрослого пациента ванкомицина и потом по грамму два раза в сутки, то есть исходя из особенностей этих препаратов. То же самое касается колистимитата, то есть нагрузочная доза 9 миллионов, потом по 3 миллиона три раза в сутки единицы. Это лишь несколько таких вот примеров, которые иллюстрируют возможности современной антибактериальной терапии. Ну и, конечно, важно оценивать факторы риска инфекции, которые вызваны резистентными штаммами микроорганизмов для назначения эмпирической антимикробной терапии. От наличия сопутствующей патологии до предшествующей антибактериальной терапии и наличия госпитализации в стационарах у таких пациентов. Это предусматривается в стратегии контроля антибактериальной терапии. СКАТ, которая развивается и которая также требует определенных корректив. Мы видим, что одна тактика при внебольничных инфекциях, когда могут быть использованы препараты, например, бета-локтамные, такие как ампицелин, амоксицелин, в том числе с ингибиторами бета-локтамаз. Второй тип пациентов, когда внебольничные инфекции с риском полиэресентных возбудителей, здесь уже могут быть использованы и цехоперозон, сольбоктам, цефотоксим, сольбоктам, ортопинем. При ранних назокамиальных инфекциях все больше данных за дополнительные возможности применения ингибитор-защищенных препаратов от пипероцелина, тазобоктама, до цефотоксима и цифепима сольбоктама. И, наконец, третий тип поздние назокамиальные бактериальные инфекции, предшествующая антибактериальная терапия, риск резистентной флоры. Здесь мы видим, что наряду с ингибитор-защищенными препаратами, о которых мы уже говорили, могут быть использованы и карбопенемы, в том числе в сочетании с тегициклином, с полиомексином, с калистиметатом, ленизолидом. А при наличии карбопенемаз классов D и B и в сочетании с острианамом, который позволяет ингибировать ньюдели металлопеталактамазы, хотя сам этот препарат расщепляется с эфилоспореназами, но в сочетании, например, с ингибитор-защищенными препаратами, они делают этот достаточно старый препарат эффективным, а он защищает их от расщепления, собственно, карбопенемазами, NDM и ряда других типов. Поэтому, если посмотрим на те препараты, которые, согласно стратегии SCAT, могут применяться, мы видим, что подавляющее большинство из них имеют российские дженерики, здесь отмечены красным лишь два препарата, которые не производятся в России, поэтому спектр различных антибактериальных препаратов у нас достаточно широкий для использования этих российских препаратов в отделении реанимации. Ну и если говорить как раз о карбопенемах, то мы видим, что здесь тоже не стоит ситуация на одном месте, и в последние два года достаточно активно используется в России биопенем, новый карбопенем, который достаточно давно уже применялся в Японии, но в России, в силу того, что он используется недавно, у него неплохой спектр активности, включающий, кроме общепринятых для других карбопенем, хронические респираторные заболевания, и достаточно неплохие показания для назначения от интраабдоминальных инфекций до инфекций мочеводящих и дыхательных путей. И если мы посмотрим на работы последних лет, то мы видим, что как раз применение биопенема в сочетании, по сравнению с имепенемом и меропенемом, позволяет преодолеть резистентность целого ряда бактерий, обладающих карбопенемазами ОКСА-48 и НДМ типов. Ну вот если, к сожалению, это карбопенемазы типа КПЦ, то они устойчивы ко всем карбопенемам. Еще одна из возможностей для более эффективной антибактериальной терапии, как мы уже говорили, это использование ингибиторов бета-лактамаз, среди которых одним из наиболее давно применяемых препаратом, который сохраняет свою активность против многих микроорганизмов, является сульбоктан. То есть это сульфон пенициллановой кислоты. Он угнетает гидролитическую активность бета-лактамаз, более стабильен по сравнению с клавулановой кислотой, и в отличие от нее у него есть своя природная активность против ацинитобактера и, как сообщает ряд исследователей, против ряда бактероидов. И, собственно, у него за счет совпадения параметров фармакинетики с рядом бета-лактамных антибиотиков этот препарат активно комбинируется с целым рядом из цифалоспоринов, в частности, третьего и четвертого поколений. Безусловно, эти препараты отличаются друг от друга. Если мы, например, посмотрим на цифаперозон сульбоктан, который, наверное, один из наиболее часто применяемых сейчас во многих отделениях реанимации, мы видим, что у таких препаратов, как цифатоксин и цифапим сульбоктан, у них, в отличие от цифаперозона, есть активность против граммоположительной флоры, ну и несколько больше спектр граммотрицательной активности. Поэтому это препараты, отличающиеся друг от друга по спектру, так же, как и амоксицелин с клавлановой кислотой или ампицелин сульбоктан, у которых преобладает граммоположительная активность. Несколько клинических примеров. Мы видим, что из нашей бактериологической лаборатории исследования пациентов с назокемиальной пневмонией в мокроте высевается синегнойная палочка. Мы видим, насколько достаточно резистентный микроорганизм, против которого неэффективен ни фосфомицин, ни цифаперозон сульбоктан, и, собственно, выбор небогат. То есть это полимексин, цифтезимовый боктан, цифепим сульбоктан, который был использован в данной клинической ситуации. Это еще один из лабораторных анализов. Здесь мы уже видим оценитобактер. Здесь и цифтезимовый боктан уже будет неэффективен. Да, и здесь также спектр возможных препаратов, он включает в себя полимексин, тигициклин, цифепим сульбоктан, то есть те препараты, которые были использованы в данной ситуации и позволили преодолеть эту инфекцию. Соединение сульбоктана с бета-локтанным антибиотиком позволяет значимо уменьшить его минимальную подавляющую концентрацию, то есть сделать этот препарат более эффективным против микроорганизмов по сравнению с использованием одного лишь препарата без ингибитора бета-локтамаза. То есть мы видим, что цифепим в сочетании с сульбоктаном в несколько раз снижает такую минимальную подавляющую концентрацию и повышает эффективность бактерицидного действия этого препарата. Это нашло отражение и в недавней работе, опубликованной в журнале анестезиологии и рематологии, также авторы из Москвы, которые показали, что по сравнению с назначением карбокинемов цифепим сульбоктан имеет ту же активность, ту же активность в плане эффективности излечения инфекции, но сопровождается более низким риском суперинфекции и меньшим риском формирования резистентных штаммов. И кроме того, он позволяет на несколько дней быстрее перевести этого пациента изделения реанимации, меньше реанимационной эквеккадемии. Безусловно, мы должны учитывать и схемы назначения этого препарата. Мы видим, что при сепсии и при септическом шоке рекомендована нагрузочная доза 2 грамма, а потом по 2 грамма цифепима плюс 2 грамма сульбоктама каждые 12 часов в виде двухчасовой инфузии этого препарата. Появляются работы, которые говорят и о возможности комбинации ингибитор-защищенных препаратов со стрианамом. Больше всего таких работ по сочетанию цифтезима-авибоктама со стрианамом, но недавняя работа также московских авторов показывает, что цифепимсульбоктам в сочетании со стрианамом обладает равной эффективностью и меньшей стоимостью по сравнению, например, с тем же цифтезимовым авибоктамом для излечения этих пациентов с тяжелыми назогомиальными инфекциями. Отдельный вопрос – это длительность антибактериальной терапии. Она может в среднем составлять от 7 до 15 дней, но если у пациента тяжелый эндокардит, панкреоник роз, иммунодефицит, то антибактериальная терапия может продолжаться несколько недель и даже месяцев. Тем не менее, если мы видим хорошую санацию ЧАГ-инфекции, быстрое клиническое ее разрешение, например, адекватная быстрая операция по поводу перитонита на фоне холецистита или аппендицита, это радикальная операция по поводу пилонефрита, то возможны более короткие курсы антибактериальной терапии. И целый ряд работ последних лет показывает, что сокращение длительности антибактериальной терапии с 15 до 8 дней, с 12 до 7 дней не ухудшает клинический исход, но позволяет уменьшить резистентность и сэкономить деньги на проведение антибактериальной терапии. Поэтому при наличии данных о возбудителе и о чувствительности рекомендуется своевременная дескалация антимикробной терапии, переход с комбинированной на монотерапию, например, либо переход на менее дорогостоящий препарат, препарат с меньшим риском резистентности после назначения того же, например, карбопинема в качестве стартового. И, собственно, рекомендации Европейского общества медицинно-критическое состояние включают в себя коррекцию такой вот антибактериальной терапии в течение суток после получения результатов посева. Конечно же, антибактериальную терапию мы контролируем и исходя из лабораторных анализов, из результатов посева. И вот один из способов ее контроля – это анализ проклицетанина. Мы видим, что если у нас есть возможность сравнить проклицетанин, исходное значение при поступлении этого пациента сепсисом и его значение через 3-4 дня на фоне антибактериальной терапии, мы можем отследить динамику как раз, в частности, грамма отрицательного сепсиса во многих ситуациях и использование проклицетанина при сепсисе в отделении реанимации для того, чтобы решить вопрос о прекращении антибактериальной терапии, как показано в мета-анализах последних лет и в работах последних лет, позволяет снизить не только длительность антибактериальной терапии, примерно на 2 суток, но и обладает потенциалом для снижения летальности. Безусловно, измерение концентрации прокликстанина должно сочетаться обязательно с клинической оценкой пациента. Снижается ли количество колоний образующих единиц в посеве у этого больного, уменьшаются ли у него признаки системной воспалительной реакции, уменьшаются ли у него признаки органодисфункции. Поэтому на один лишь биомаркет операции нельзя, но в сочетании с клинической оценкой, безусловно, он может быть дополнительным подспорьем для того, чтобы вовремя прекратить антибактериальную терапию. И, собственно, это нашло отражение и в российских клинических рекомендациях по септическому шоку, и в совсем недавних также рекомендациях европейских по лечению тяжелой негаспитальной пневмонии. Поэтому эта комбинация клинических симптомов, бактериологических данных и если мы видим, что исходный проклецетанин снизился через несколько дней антибактериальной терапии на 50-90% и больше от исходно повышенных значений, если мы видим, что его значение меньше 1 нанограмма на миллилитр, если параллельно или вместо проклецетанина используется цириактивный белок, мы также видим динамику его снижения, то это позволяет снизить длительность антибактериальной терапии на 2-3, а иногда на 4 дня и позволяет таким образом уменьшить экзистентность и уменьшить расходы системы здравоохранения. Собственно, подводя резюме, основным моментом, которые сегодня прозвучали, мы видим, что стратегия антибактериальной терапии сепсиса в отделении реанимации должна включать обязательно и учет местной флоры, она может различаться даже в разных отделениях реанимации в одном стационаре. Безусловно, антибактериальная терапия сепсиса должна начинаться как можно раньше в большинстве ситуаций, особенно если это септический шок. Конечно же, она должна сочетаться с адекватной санацией очага инфекции. Невозможно вылечить пациента какими угодно антибиотиками, если у него сохраняется перитонит, либо какой-то другой недоренированный очаг инфекции. Антибактериальная терапия должна быть своевременно деэскалирована, и при разумном сокращении длительности антибактериальной терапии и при выборе адекватных доз антибиотиков мы имеем дополнительные возможности для того, чтобы сделать ее более безопасной и более эффективной. Таким образом, выбор антибиотика при сепсисе и длительность лечения антибиотиками должны быть персонифицированы, исходя из индивидуальных особенностей пациента, исходя из фармакокинетики препарата, исходя из тяжести заболевания тех микроорганизмов, которые вызывают инфекцию, и той флоры, которая характерна для этого отделения интенсивной терапии. И, собственно, мы видим, что несмотря на все достижения современной терапии, рост резистентности, появление новых штаммов бактерий ставит вопрос о необходимости расширения тех препаратов, которые мы используем, в том числе синтез и производство новых препаратов российских для адекватного импортозамещения и поиск оптимальных сочетаний препаратов монотерапии антибактериальной против резистентной флоры. И тогда, будем надеяться, нам удастся выполнить один из девизов компании «Выживая при сепсисе» и победить этого злого пса Цербера, который лицетворяет сепсис, в том числе и с помощью тех антибактериальных препаратов, которые находятся в нашем арсенале. Спасибо за внимание и буду рад ответить на вопросы аудитории, если таковые возникнут. Продолжение следует...